Приветствую вас. В первую очередь, наверное, нужно определить, для чего вы хотите привлечь мужчину к себе. Какие цели? Какие задачи? Зачем называться? Второе, это отход от такого восприятия себя, что если я женщина с двумя детьми, то я, соответственно, никому не нужен. А, вот это вот, по-загалечески, неприемлемая история, очень деструктивный взгляд, очень деструктивная позиция, очень деструктивный стереотип. Вот. И, на мой взгляд, это нужно менять. На мой взгляд, это нужно менять очень вам сильно. Вот это комплексы, от которых вам нужно избавляться. Вам не сделают ничего хорошего абсолютно комплекса, то есть они вам, ну, не дадут какого-то позитива, да. Вот. Они не дадут вам каких-то плюсов вообще. Вот. Они, на мой взгляд, в общем-то, только лишь показывают, насколько вы себе не уверены. Вот. Это, на мой взгляд, один из вот ключевых моментов, которые вам необходимо корректировать. Вот. И выправляют. Потому что, в противном случае, история будет просто такой, что, значит, вы будете использовать мужчину своего для реализации своих комплексов, например, для реализации своих сомнений, для реализации своих сомнений и так далее. То есть, вот, на мой взгляд, на мой взгляд, так быть не должно. На мой взгляд, все-таки, ну, нужно все-таки, чтобы вы были свободны, нужно, чтобы вы были свободны в своих победенческих моделях хотя бы. Вот. Вот. И вот уже после этого можно будет о чем-то говорить. После этого можно будет вам выстраивать реальные отношения с мужчинами. Вот. Ну, это, опять же, это мое мнение вот по данному вопросу. И просто сейчас вы слишком мотивированы, чтобы, чтобы, вот, именно привлечь мужчину. То есть, помните, вы говорите, например, не как мне построить гармоничные отношения, да? Вы говорите о том, как привлечь мужчину. То есть, привлечь для себя. Но, вы говорите вопрос, а почему мужчина должен быть с вами? Вот, ответьте себе на этот вопрос. Почему мужчина должен быть именно со мной? Вот. Ведь для того, чтобы мужчина был сам, он должен чувствовать себя мужчина. А чтобы он чувствовал себя мужчиной, ну, для этого что-то нужно. Вот. И для этого, в первую очередь, нужно ваше женское поведение. Ваша женская модель поведения. Если вашей женской модели поведения не будет, то и мужчина себя чувствовать мужчины с вами не будет. И, соответственно, как бы, интересно быть с вами у него тоже и тоже не будет. Вот. Поэтому, тут вот только так можно ответить вам на ваш вопрос. Дальше. Что еще я хотел вам сказать по поводу вашего такого очень короткого вопроса. Вообще, я хотел сказать, что, судя по тому, что вы написали свое имя, речь идет о запросе, возможно, к эзотерикам. То есть, вы, вероятно, обращаетесь к эзотерикам. Вот. И, в таком случае, если вы обращаетесь действительно к эзотерикам, то вам лучше все-таки перенести свой вопрос в соответствующий раздел, потому что тут, получается, что вы ошиблись с разделом и обратились, ну, не к тем специалистам. Вот. Что остальное, учитывая, что вопрос вроде бы вас не первый уже. Вот. На этом все. Я думаю, что ориентироваться вам нужно на проработку своего женского образа, на разгрузку, значит, своей роли как матери, чтобы у вас появилось время на социальную жизнь, на увлечение, на хобби. Вот. Ориентироваться нужно на свой внешний вид, на свой внешний образ, на свою женскую модель поведения. Четко представлять для себя, какой мужчина вам нужен, что вы можете ему дать. И что мужчина вам, по вашему мнению, может дать. Вот. Ну и последнее, это то, что у вас уже были в прошлом отношения, раз есть дети, отношения закончились ничем. Соответственно, что-то важное поведение привело к этому. И дабы новые отношения не повторили старые, свои ошибки нужно проанализировать и скорректировать. И вот тогда, все будет в порядке. На этом все. Обращайтесь, если понадобится помощь. Если остались вопросы, так же пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.